Всем доброе утро! В эфире новости. Меня зовут Антон Скаль. О самом важном в ближайшие 5 минут. Пешеходная зона в центре Барнаула получит новый облик. Ремонтные работы начались на участке проспекта Ленина от улицы Партизанской до улицы Молодежной. Стоимость работы 21,5 миллиона рублей. Их выделили из краевого бюджета. Закончить планируют до 1 сентября этого года. Ремонтом занимается строительная компания «Город». Сейчас рабочие снимают слой асфальта и демонтируют поребрики. В будущем планируется замена 2000 бортовых камней. Также проведут трубопровод и установят 740 оросителей для полива зеленой зоны аллеи. Привычный для всех асфальт заменят на разноцветную тротуарную плитку. В первую очередь это, конечно, обусловлено тем, что у нас асфальт на данном отрезке пришел уже не совсем эстетически приятное состояние. Он начал разрушаться, стали появляться сетки трещин, он начал выкрашиваться. Плитка же у нас будет уложена цветная, это более экологичный материал. Эстетически, визуально он лучше вписывается в общую концепцию города. Завоевать японскую сцену русскими танцами, как алтайский ансамбль «Огоньки» собирается покорять страну восходящего солнца, расскажет Анастасия Меншакова. Это у нас, ну и Эфелева башня, понятно, да, это Франция. Вот, это у нас дама с Америки. Мы были в Северной Каролине на фестивале, но это тоже у нас Испания. И это только малая часть стран, которые посетил ансамбль русского танца «Огоньки». Скоро на этой полке появятся новые сувениры и, конечно же, кубки. Иначе быть не может. Ансамбль всегда привозит призовые места с международных конкурсов. В этот раз коллектив пригласили на японский фестиваль музыки и танца. Он пройдет со 2 по 12 августа в городе Хакадате. Часовую программу мы везем концертную. То есть у нас всего едет 8 пар и оркестр. Это не весь состав. В далеком 67-м «Огоньки» основал балетмейстер Гарри Полевой. Он руководил коллективом до середины 80-х. Ансамбль его имени сохраняет стиль создателя и регулярно восстанавливает на сцене его постановки. Так скажем, золотой фонд «Огоньков». Ну и куда же без оркестра. По словам артистов, работать под фонограмму – значит без души. Еще одна основная черта «Огоньков» – трюки. Низовые, верховые, круговые. Это, по словам танцовщиков, и есть сибирская удаль. Это достояние Алтайского края, я считаю, поскольку накоплено не просто профессиональных знаний, шикарный репертуар, работы, ну если не ведущих, то очень заметных фигур. Даже час, проведенный на репетиции, влюбил меня в русские народные танцы. Солистка ансамбля Татьяна Кучеренкова попыталась научить меня базовым элементам – ковырялки и притопу. Репетиции у танцовщиков 5 дней в неделю. Кто знает, возможно, репетируют и по выходным, дома. Иначе как добиться результатов такого уровня? Какой приз привезут огоньки из Японии, пока можем только догадываться. Но, безусловно, желаем удачи. Анастасия Меншакова, Сергей Седых, новости. В Краевой столице завершился второй этап между региональных соревнований и Кубок Сибири по плаванию. Дмитрий Гладких побывал на состязаниях и знает все подробности. В этом году Кубок Сибири по плаванию проводится уже в 26-й раз. Организатором и бессменным председателем оргкомитета этих соревнований является руководитель Краевой федерации плавания Сергей Кашников. Кубок Сибири был первым крупным турниром для таких известных пловцов, как Владимир Морозов, Роман Слуднов, Андрей Гречин и многих других. Девять участников Кубка Сибири впоследствии стали заслуженными мастерами спорта. Более 25 мастерами спорта международного класса и свыше 200 мастерами. Самое главное примечательно то, что у нас соревнования теперь принимают от самой западной точки нашей страны, это Калининград, есть представители, участники ребята, и до самой восточной, это Магаданская область. На старт на этот раз вышли 638 пловцов из 34 команд. Кубок Сибири в этом году пройдет в 4 этапа. Первый из них состоялся в марте в Абакане. Зачет на этих соревнованиях личный по дистанциям. В него входят три лучших результата спортсмена по набранным очкам. От Алтайского края на Барнаульском этапе выступают около 130 пловцов, представляющих Краевой центр Биск, Рубцовск, Новоалтайск, Славгород и Яровое. Конкуренция сильная поднялась за последние три года, наверное, потому что до этого было намного меньше участников. И в этом году с разных, более разных городов приехали еще дальше люди. В итоге в числе победителей и призеров Барнаульского этапа есть и алтайские пловцы. Екатерина Сотникова, Даниил Орлов, Андрей Павлищев и Никита Черноусов. Третий этап соревнований пройдет в октябре в Новокузнецке. Дмитрий Гладких, Антон Червяков. Новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова